всем привет вы на канале skyward с вами я вадим я немножко сегодня припозднился хотел с утра вас порадовать прямо с раннего новыми главами но вот немного припозднился дела мелкие суетливые но тела и так роберт гэлбрэйт бегущая могила вы снова у меня на канале давайте двигаться на очереди у нас сегодня я скажу двадцать седьмая глава этого романа итак поехали гром раздается из-под земли образ энтузиазма как древние цари создавали музыку в знак признания заслуг и предложил его с великолепием к верховному божеству и джин или книга перемена ты это видела пропыхтела пенни на ухо робин когда они спускались по ступеням храма она открыла двери не прикасаясь к ним я знаю казала робин старательно удивляюсь а что это было она была уверена что открытие дверей это трюк использование какого-то скрытого механизма но выглядело все это до ужаса убедительно впереди в пустынном внутреннем дворе стояла бека пирбрэйт оглянувшись робин увидела что мазу снова скрылась кроме как прошла радостная медитация спросила бека зале раздался не стройный хор это было здорово потрясающе прежде чем мы пойдем ужинать слава богу подумала робин я хотела бы сказать пару слов об одной из наших духовных практик в агцем это сказала бека указывая на статую бассейна утонувший пророк при жизни которого звали даю уэйс я действительно мило честь знать ее и была свидетелем того как она совершала необыкновенные духовные подвиги каждый из наших пророков при жизни являл собой пример одного из принципов нашей церкви утонувший пророк учит нас во первых тому что смерть может настигнуть каждого из нас в любой момент поэтому мы должны всегда держать себя в духовной готовности к воссоединению с миром дух во вторых ее сама пожертвование показывает нам важность послушания при святой богородице третьих она доказывает реальность жизни после смерти так как продолжает перемещаться между земным и духовным планом всякий раз когда мы проходим мимо ее бассейна мы становимся на колени помазываемся ее водой и признаем ее учение говоря утонувший пророк благословит всех кто поклоняется ей при этом мы не имеем ввиду что даю богиня она просто олицетворяет чистый дух и высшую сферу теперь я приглашаю вас преклонить колени у бассейна и помазаться перед ужином уставший голодный никто не отказался утонувший пророк благословит всех кто ей поклоняется пробромотала робин хорошо группа дня следуйте за мной сказала бека улыбаясь когда все отдали дань уважения утонувшему пророку и повела их обратно в обеденный зал робин почувствовала прохладную точку на своем лбу когда ее коснулся ветерок группа огонь вошла в зал последний по оценкам робин за столами уже сидела около сотни человек но не было видно ни одного маленького ребенка которых видимо накормили раньше свободные места были разбросаны повсюду поэтому членам ее группы пришлось разделиться искать себе места робин обследовала зал в поисках уэлла эденсора и заметил его за переполненным столом где не было свободных мест заняла место между двумя незнакомцами приехали на неделю службы сказал улыбающийся молодой человек с волнистыми светлыми волосами да сказал робин я благодарю тебя за службу сразу же сказал он сцепив руки и отвесив небольшой поклон и я не знаю что надо на это ответить сказала робин и засмеялась ответ я и я за вашу объявил он с поклоном спросила робин и он снова засмеялся с поклоном робин сложила руки вместе поклонилась сказала и я за вашу не успели они заговорить как из скрытых динамиков зазвучала музыка герой дэвида боуи светловолосый мужчина вскрикнул и поднялся на ноги как и почти все остальные раздались аплодисменты и в зал вошли джонатан и мазу уэйс держась за руки робин заметила вдову гробовщика мэрион хаксли которая прижимала руки к лицу как будто только что увидела рок-звезду джонатан махал рукой с волнованным прихожаном а мазу благосклонно улыбалась и шлев ее платья скользил по вымощенному полу когда они поднялись за верхний стол где уже сидели та и уэйс и бека пербрать раздались крики папа джей оглядевшись по сторонам робин увидела заня сидящего перед своей чистой оловянной тарелкой среди рядовых участников сходство узких темных глаз джона и мазу заставила робин заподозрить что он по меньшей мере сводный брат таю пока она смотрела глаз джяна снова начал неудержимо дергаться и он быстро спрятал его рукой мазу заняла свое место за верхним столом а джонатан прошел перед ней подняв руки жестом предлагая прихожанам рассаживаться робин в очередной раз поразилась его поразительной внешности тому как мало он похож на мужчину 60 лет спасибо сказал он самодовольной улыбкой надев беспроводной микрофон который усиливал его волос через скрытые динамики спасибо что хорошо что я дома уилл эдансер которого легко было заметить по его росту улыбался и радовался вместе с остальными и на мгновение вспомнив умирающую мать уилла она почувствовала что полностью сочувствовать джеймсу эдансеру который назвал уилла идиотом мы пополним наши материальные дела а потом поговорим сказал джонатан последовали еще более бурные плейсменты джонатан занял свое место между мазу и бека и пербрайт из боковой двери появились кухонные работники везущие большие металлические чаны из которых они разливали еду на оловянные тарелки четверым за верхним столом заметила робин принесли фарфоровые тарелки уже наполненные едой когда подошла ее очередь робин получила ложку коричневой жижи которая по-видимому состояла из переваренных овощей а затем полную ложку лапши овощи были издобрены слишком большим количеством куркумы а лапша имела переваренную клейкую консистенцию робин ела так медленно как только могла пытаясь обмануть свой желудок заставить его поверить что он потребил больше калорий чем на самом деле потому что она знала что питательная ценность того что они ели была но очень низкой два молодых соседа робин поддерживали постоянную беседу спрашивая как ее зовут откуда она родом и что привлекло ее в церковь вскоре она узнала что молодой человек с волнистыми светлыми волосами учился в университете восточной англии где проходила одна из встреч папы дже другой юноша со стрижкой под коре посещал один из церковных наркологических центров и был завербован он там ты уже что-нибудь видела спросил он робин ты имеешь ввиду экскурсию по не 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 сказал я имею ввиду ну ты понимаешь чистый дух о сказал робин сообрази я видела как мазу заставила двери храма открыться просто указав на них ты думала что это трюк но осторожно сказал робин я не знаю я имею ввиду что это могло бы быть это не фокус сказал молодой человек сначала ты думаешь что это так а потом понимаешь что это реальность ты бы видел на что способен папа джей ты подожди сначала думаешь что все это полная ерунда а потом начинаешь понимать что это значит быть чистым духом это просто потрясает воображение ты читал ответ нет сказал робин я она не читала ответ сказал мужчина со стрижкой наклонившись вперед чтобы обратиться к другому соседу робин но подруга ты должна прочитать ответ сказал блондин смесь ничего себе я дам тебе свой экземпляр сказал мужчина со стрижкой только я хочу его вернуть потому что папа джей написал там кое-что для меня хорошо хорошо спасибо большое казала робин ух ты сказал он качая головой смесь не могу поверить что ты не читал ответ он дает тебе инструменты и объясняет я не могу сделать это так же хорошо как папа джей тебе нужно прочитать его настоящие слова но я могу сказать тебе из первых рук есть жизнь после смерти и духовная война идет здесь на земле если мы сможем победить да сказал молодой человек с владельцами светлыми волосами который теперь выглядел серьезно если мы выиграем мы должны напряженно сказал другой мы должны сквозь щель между двумя обедающими напротив но робин заметила бритоголовый луизу которая ела очень медленно и постоянно поглядывала на верхний столик не обращая внимания на болтовню сидячих по обе стороны от нее в зале было много других женщин среднего возраста и большинство из них выглядели так же как луиза как будто давно перестали следить за своей внешностью их лица были изборождены морщинами а волосы коротко пострижены хотя ни одна из них не была полностью бритой как луиза наблюдая за ней робин вспомнила слова кевина о том что его мать была влюблена в джонатана уэйса сохранилось ли это чувство за все эти годы рабства стоило ли оно потери сына среди тех кто пришел убирать тарелки была девочка подросток который робин заметила раньше с длинными мышинами выбеленными солнцем волосами и большими тревожными глазами когда тарелки были убраны появилась еще работники кухни со стопками металлических мисок на тележках они оказались полны моченых яблок которые показались робин очень горькими несомненно потому что сахар был запрещен церковью тем не менее она съела все пока соседи говорили ей о священной войне робин понятия не имела который час небо за окном было черным а на то чтобы разложить еду на сто человек ушло много времени наконец миски тоже были убраны и кто-то приглушил верхний свет оставив однако верхний стол сразу же все сидящие за столиками начали хлопать и аплодировать некоторые из них даже стучали своими жестяными кружками по столу джонатан уэй стал обошел вокруг стола включил микрофон и снова успокоил толпу сделав руками успокаивающее движение спасибо вам друзья мои спасибо вам я стою перед вами сегодня с надеждой и страхом сердце надеждой и страхом добавил он торжественная глядость по сторонам я хочу сказать вам во первых что это церковь это сообщество душ которые сейчас простирается на два континента раздалось еще несколько возрастов и аплодисмента представляет собой крупнейший духовный вызов противнику который когда-либо видел мир зал зааплодировал я чувствую его силу сказал джонатан прижимая сжатый кулак к сердцу я чувствую ее когда разговарив с нашими американскими братьями и сестрами я чувствовал ее когда выступал в начале этой недели в нашем мюнхенском храме я чувствую ее сегодня когда вновь вхожу в это место и когда иду в храм чтобы очиститься и я хочу сегодня выделить несколько человек которые вселяют меня надежду когда на нашей стороне такие люди противник должен справедливо трепетать уэс не имеющий при себе никаких записок теперь называл несколько имен и по мере того как каждого человека познавали они либо визжали либо вопили вскакивая на ноги то время как сидящий вокруг них подбадывали и хлопали и последний но не менее важный сказал уэс ты не брокклс молодой человек со стежкой рядом с орбин скачал на ноги так быстро что сильно ударил ее по локтю его боже повторял он и снова и снова и робин увидела что он плачет о боже поднимитесь все сюда сказал джонатан уэс давайте все покажите свою признательность этим людям столовая разорвалась новыми возгласами приветствия все вызваны разорвались слезами казалось были потрясены тем что их узнал уэс уэс начала рассказывать о достижениях каждого члена группы одна из девушек за четыре недели собрала на улице больше денег чем кто-либо другой другая девушка привлекла к участию в неделе служение дюжину новых членов когда джонатан уэс дошел до дэнни брокклса то так сильно разорвался что уэс подошел к нему и обнял его брокклс плакал уткнувшись плечо руководителя церкви наблюдатели которые к этому времени уже во все аплодировали поднялись на ноги чтобы аплодировать дэнни и уэсу расскажи нам что ты сделал на этой неделе дэнни сказал уэс расскажи всем почему я так горжусь тобой я не могу схлипывал дэнни совершенно подавленный тогда я расскажу им сказал уэс повернувшись лицом к толпе наш центр помощи наркозависимым внутрь там нортэмптоне был под угрозой закрытия агентами противника зале раздались бурные крики похоже новость о наркологическом центре не была известна никому кроме сидящих за столом руководителей подождите подождите сказал джонатан делая привычные успокаивающие жесты левой рукой а правой держат дэнни за руку бека взяла дэнни с собой чтобы объяснить как сильно ему это помогло дэнни стал перед этими материалистами говорил так красноячиво так мощно что обеспечивал продолжение службы он сделал это дэнни сделал это уэс поднял руку дэнни в воздух вслед за этим раздались бурный аплодисмент когда с нами такие люди как дэнни разве может противник не бояться крикнул джонатан и крика и аплодисменты стали еще громче громче джонатан уже плакал слезы потекли по его лицу это проявление эмоций вызвало взяли такую истерику что робин начала находить ее почти нервы и она продолжалась даже после того как шесть выбранных человек заняли свои места пока наконец вытирая глаза и делая успокаивающий жест джонатан не смог снова заставить себя говорить уже немного хрипшим голосом а теперь с сожалению я должен передать вам сводки из материалистического мира воздухе воцарилась тишина когда джонатан начал говорить он рассказал о продолжающейся войне в сирии описал зверство в этой стране а затем заявила масштабной коррупции среди мировой политической и финансовой элиты он рассказал о вспышке вируса зика в бразилии из-за которого многие беременности кончаются выкидышами или рождаются дети с тяжелыми нарушениями он написал отдельный случай ужасающей бедности и отчаяния свидетелем которых он был посещает церковные проекты как великобритании так и в америке и когда он рассказывал об этих несправедливостях и бедствия он мог бы описать события постигшие его собственную семью настолько глубоко они казалось тронули его робин вспомнила слова шейлы кеннет у него был способ заставить вас захотеть чтобы у него все было хорошо и хотел присмотреть за ним казалось он чувствовал это хуже чем все остальные из нас итак это материалистический мир сказал наконец джонатан и если наша задача кажется непосильной то это потому что силы противника могущественны отчаянно и могущественны приближается неизбежный конец игры поэтому мы боремся за то чтобы ускорить приход пути лотоса а сейчас я прошу всех вас присоединиться ко мне в медитации для тех кто еще не выучил нашу мантуру ее слова напечатаны здесь на сцену поднялись две девушки в оранжевых спортивных костюмах держащих в руках большие белые доски на которых было написано глубокий вдох поднятие рук сказал джонатан и хотя на скамьях за столом было тесновато все руки медленно поднялись и в зале раздался всеобщий вздох и выдох тихо сказал джонатан и зал снова выдох и теперь робин подхватила произношение мантуру своих соседей сотня человек скандировала 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 и еще скандировала и робин почувствовала как на нее наваливается странное спокойствие на ритм казалось вибрировала внутри нее гипнотизируя испокаивая а голос джонатана был единственным различным среди множества голосов и вскоре и уже не нужно было читать слова с доски она могла повторять их автоматически наконец первые такты песни джона дэвида боуи героя сплелись голосами толпы и в этот момент скандировали перешло в приветствие все вскочили на ноги и начали обниматься робин обняла ликующего да и затем своего светловолосого соседа оба молодых человека обнялись и теперь уже вся толпа пела песню боуи и хлопала в такт уставшая и голодная робин улыбалась хлопая и подпевая вместе с остальными итак дорогие мои это была двадцать седьмая глава романа роберта гелберта бегущая могила вы были на канале skyward с вами был я вадим я с вами прощаюсь ненадолго постараемся сегодня делать так же как было вчера две главы с одной книги и две с другой поэтому прощаюсь ненадолго всем пока жду вас у себя на канале снова а